Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Балой. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о секретных приложениях для Android, о которых я уверен, что вы точно ничего не знаете. А все дело в том, что этих программ даже нету в Google, так что найти их самому будет довольно-таки сложно. Но не волнуйтесь, я вам все расскажу, как их найти и потом еще и установить. Притом, приложения из вот этого списка не требуют рут-прав, так что ломать вам ничего не придется. Потому обязательно смотрите этот ролик до конца и узнаете, как сделать свой смартфон более безопасным, быстрым и добавить ему еще парочку прикольных фикшек. Короче, давайте не трать время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это как-то уже удивительно. Лайк, помчали? И вот знаете, последнее, о чем парятся пользователи Android-смартфонов, так это о веб-браузере. Ну да, все-таки на телефонах из коробки установлен отличный Google Chrome, которого хватает большинству пользователей, ведь он быстрый и удобный. Но все же назвать его прям идеальным довольно-таки сложно. А все это из-за одного недостатка. Да, и все из-за вот этой вот вездесущей рекламы. И ее там столько, больше, чем даже, наверное, в этой газете с рекламными объявлениями. И вот проблема не только в том, что рекламные баннеры, ну, просто бесят, но еще и в том, что они замедляют загрузку страниц. Ведь браузеру нужно открыть и саму страницу, и еще рекламное видео. Ну, там, или баннер. И вот, чтобы решить вот эту вот проблему, создали браузер Bromite, который сделан на основе открытого исходного кода Chromium. Ну, то есть, по сути, это тот же самый привычный вам Google Chrome, но только с дополнительными фишками. Ну, во-первых, вот этот вот браузер блокирует вообще всю рекламу, благодаря чему читать, например, новости становится намного удобнее, а все страницы загружаются быстрее. И особенно, кстати, вот это вот заметно именно на бюджетных смартфонах. Ну, а, конечно, вот и минус есть у такого браузера, потому что с таким браузером вы, конечно, никогда не узнаете, где купить вот тот вот крем, который поможет вам увеличить частинку себя на 12 сантиметров. Ну, а, во-вторых, вот этот вот Bromite еще и сделан с акцентом на безопасность пользователей. Так, например, браузер не позволяет отслеживать ваши, например, клики, ну, то есть, куда вы нажимаете и что вы делаете на страницах. Ну, а также еще все вкладки автоматически открываются еще и в режиме инкогнито. Так что, получается, если вот в общих чертах, то вот этот вот Bromite, это такая облегченная и при этом более безопасная версия Chrome. Ну, а скачать браузер можно на официальном сайте. И, кстати, у меня к вам вопрос. Вот каким браузером на смартфоне пользуетесь вы? Потому что я, например, привык пользоваться Google Chrome. Мне там все удобно, все понятно. А у вас, например, может, другие какие-то предпочтения? Я о них не знаю и хочу узнать. Но не только я хочу узнать, но и наши зрители. Поэтому обязательно напишите в комментариях. Ну, а следующее предложение вам поможет вообще полностью защитить себя, потому что оно вам помогает не только бороться с рекламой, но еще и с хакерами. Итак, дальше я вам расскажу о Blockada 5, который можно описать, знаете, как такой очень продвинутый блокировщик рекламы. Ну, то есть вы, например, ставите вот эту вот программу, запускаете ее и больше вообще не вспоминаете о рекламах ни на сайтах, ни в приложениях. Ну, и ко всему у Blockada 5 есть еще несколько особенностей. Например, вот это вот приложение поддерживает сторонние блэк-листы, в которых содержатся списки сайтов и приложений, которые, например, следят за пользователями. К тому же можно еще и добавить базу данных о подозрительных сайтах, на которых были, например, замечены вирусы. И тогда приложение будет их блокировать. Ну, то есть, как я и говорил, полная защита пользователей. Ну, и, конечно, самый главный плюс, что вот это вот приложение можно скачать вообще бесплатно с официального сайта. И, кстати, подписочка на него тоже не нужна. Но все же вот в Google Play есть уже Blockada 6, у которой, помимо всех вот этих вот вышеперечисленных фишек, есть еще и VPN. Но не стоит забывать, что она платная. Поэтому, если вам нужно блокировать исключительно только рекламу, то вам хватит и пятой версии. В то же время, вот, например, следующее приложение, это, знаете, просто необходимейшая вещь для всех пользователей бюджетных и ультрабюджетных смартфонов. Ну, да, потому что с ней ваше устройство будет работать гораздо быстрее, плюс еще и у вас будет уйма свободной памяти. Да, и не придется потом вам со своего смартфона удалять свадебные фотографии, на которых есть теща, чтобы установить эту вещь, это важнейшее обновление PUBG. Ну, а называется вот это вот чудо-программка AppScope. И вот это вот такой магазин прогрессивных веб-приложений. Я бы даже сказал, что это такая, знаете, вот лавка желаний смартфона. Ну, а для тех, кто не знает, что такое вот эти прогрессивные веб-приложения, я сейчас объясню. Это программы, которые выглядят и работают точно так же, как обычные приложения, но только запускаются в браузере. А вот фишечка их в том, что они занимают очень мало места в памяти смартфона. И вот, например, набор вот этот стандартный из ТикТока, там, Инстаграма и Телеграма занимает всего парочку мегабайт на устройстве. И, кстати, вот это вот AppScope, это тоже прогрессивное приложение, которое ставится вообще в пару кликов. Вам всего-то нужно зайти на сайт AppScope, нажать три точки в правом углу и кликнуть по «Установить приложение». После этого AppScope появится на вашем рабочем столе, и уже оттуда вы сможете поставить другие приложения и, кстати, даже простые игры. Да не волнуйтесь вы, я вот уверен, что у вас получится. Он даже русик его смог установить. Так вы точно сможете. Но все же некоторые приложения не появляются на рабочем столе прям сразу, и вам придется их добавить вручную. А как это сделать, нужно просто нажать на «Добавить» на главный экран. Не, ну я согласен, что процесс, конечно, не такой простой, как в том же самом Google Play, но зато вы, например, сэкономите себе много памяти на смартфоне. Ну а следовательно, чем меньше забит накопитель устройства, тем быстрее оно работает, правильно? Ну а если у вас этот памяти завались, и вы хотите сделать свой смартфон еще круче, добавим ему парочку интересных фишек, то обязательно смотрите дальше. И вот QuickTiles уже позволяет расширить возможности вашего центра управления, ну, который запускается свайпом вниз от верхнего края дисплея. Ну, обычно там иконки быстрого запуска стандартных функций. Но QuickTiles позволяет добавить туда вообще все, что угодно. Нет, Руслан, иконки с торпедой твоего автомобиля, ну, понятно, что туда добавить нельзя. Например, с помощью вот этой вот программы можно добавить вообще любое приложение в шторку уведомлений. Все, что для этого нужно, это просто открываете QuickTiles, кликаете по «Custom App» и уже дальше выбираете, что должно запускаться. А потом нужно открыть режим редактирования в самом центре управления и уже выбрать вот эту вот вашу программу. И, кстати, таким же образом можно добавить кнопки управления, например, музыкой, не знаю, там, быстрый запуск таймера, кому что надо, короче, календарь, история уведомлений и так далее. В общем, все, что угодно в вашей душе. И даже, кстати, кнопки для моментального вот этого переключения режима в звук. Ну, а самое главное, что эта программа бесплатная и не требует никаких рут-прав. Так что установить ее вообще может с каждой. В свою очередь, вот следующая программа, это уже, знаете, это ОГО-ГО, как говорится. Потому что она уже добавит вашему смартфону такую фишку, которая используется в основном у флагмана, да и то не во всех. Но сначала полезный совет. Вот, значит, пришла твоя жена с работы и застала у вас дома тебя с соседкой. Я тебя прошу, не паникуй. Самое главное, не паникуй. Скажи, что вы смотрели обзор от Балони. Поверь, все будет хорошо. Ведь она тоже смотрела позавчера мой обзор с вашим, кстати, соседом. Хотя в следующий раз, чтобы не было вот этих разных недопониманий, лучше вместе все вечером соберитесь и нормально все вместе посмотрите мой обзор. Да не надо, не благодарю. Подписывайся. Итак, продолжим. И вот одна из самых прикольных фишек смартфонов Pixel это, конечно же, жесты для задней панели. И вот вся суть в том, что пользователь может назначить вообще различные действия на постукивание по задней крышке устройства. Ну, например, так можно, например, назначить, сделать скриншот. Или, к примеру, запустить голосового ассистента. Но все же теперь ради вот этой вот фишки уже не нужно покупать смартфон компании Google. А все почему? Правильно, потому что есть приложение. Тап-тап. И, собственно, оно-то и добавляет вот эту вот возможность назначить разные действия на постукивание по задней крышке смартфона. На и джесс можно, не знаю, там указать включение фонарика, создание скриншота, как я говорил, запуск приложения, ну и так далее. Но, правда, сразу предупреждаю, что не на всех смартфонах вот этот вот тап-тап работает корректно. Может подтупливать и выполнять команду с опозданием. Ну, слушайте, все-таки она бесплатная и делалась там исключительно на энтузиазме разработчиков. Так что ругать я ее не буду. В свою очередь, вот приложение SideTapsBar уже позволит вам сделать рабочий стол вашего смартфона уже таким более минималистичным и красивым. А все почему? Все потому, что с помощью его можно перенести все нужные приложения в боковое меню, которое вызывается простым свайпом вправо. Ну, или влево, например. А если хотите, так это меню будет вообще со всех сторон. И вот фишка вот этого SideTapsBar в куче настроек для кастомизации. Во-первых, например, вот в это боковое меню можно добавить вообще все, что угодно. Начиная от приложения и заканчивая простым набором контактов. Так что если вам приходится, например, часто кому-то звонить или там писать сообщение, то можете сделать, например, правое меню вот этого быстрого набора контактов, например, а левое сделать для приложений. Ну, а во-вторых, здесь еще и есть полный набор инструментов для изменения внешнего вида вот этой вот панели. Можно, например, поменять анимацию, вот это вот открытие, цвет, например, прозрачность, ну или вовсе подставить для нее фон. Причем хочу отметить, что даже разрешается менять цвет иконок приложения. Ну, для чего? Для чего? Для того, чтобы они потом лучше соответствовали цветовой гамме ваших обоев. Все же, вы знаете, разработчики сторонних приложений для Android делают не только уникальные программы, оригинальные, но еще и улучшают уже существующие. И вот, например, не так давно умельцы сделали улучшенную версию Инстаграма. И сразу скажу, что никто не крал у Цукинберга этого Инстаграма. Просто разработчики сделали свое собственное приложение для этой социальной сети. И вам даже, кстати, не нужно создавать новые аккаунты, и при желании вы можете зайти в свой старый профиль. И вот, конечно, с первого взгляда, если посмотреть на вот этот вот Инстендр, то выглядит он как стандартное приложение Инстаграма. Но, все же, если, например, зайти нам в настройки, то увидите много чего нового. Ну, вот, например, здесь есть режим призрака, который позволит вам скрытно смотреть сторис других людей. Ну, то есть пользователь не будет видеть в истории просмотров, чтобы вы видели его профиль. Ну, как говорится, знаете, всем бывшим на заметку. Ну, и также еще без палева можно смотреть там разные трансляции или читать отправленные вам сообщения. Также еще можно включить разные, например, улучшалки. И вот, например, по умолчанию Инстаграм показывает фото и видео в низком качестве. И так они быстрее загружаются, и вас не так тормозит лента. Ну, и вот Инстендр и позволяет отключить вот это вот ограничение и дальше уже просматривать, там, не знаю, фото или видео в хорошем качестве. Как вам нравится, не знает он, зачем это. Слышишь, Русин, ты кого обманываешь? Зато я знаю, зачем это. И знаю, во что ты там день и ночь пялишься. Ко всему вот этот вот Инстендр еще и умеет скачивать картинки и видео. И при том тоже в хорошем качестве. Да, так что вам не придется больше делать там разные скриншоты или захваты экрана. Ну, и ко всему вот этот вот Инстендр еще и вам дает отключить контекстную рекламу. Так что у вас теперь, гляньте, не будут выскакивать там разные бизнес-тренинги по крипте, мази для похудания, ну, и так далее. В общем, короче, не приложение, а настоящий подарок. И, кстати, в прямом смысле подарок, потому что приложение это бесплатное. Русик, кстати, пусть это будет приложение «Мой подарок тебе на дню». Все, качай и радуйся. Все, Русик, с тебя поляна. А вот следующее приложение, это, знаете, это, ну, просто находка. Да какая-то там находка? Это настоящее находище для любителей музыки. Я даже уверен, что многие, например, давно были уверены, что скоро появится такое приложение. И вот оно появилось. И, вы знаете, как по мне, так вот этот Spotify это такой настоящий чит-код в реальной жизни. Да? И я даже, кстати, не удивлен, что этого приложения нет в Google Play. Наверное, вот у каждого такое было, что ты нашел, например, классную песню там или, например, подкаст на YouTube. И потом тебе хотелось послушать все вот это вот оффлайн, так, в дороге. Но при этом у тебя нет возможности загрузить их себе на смартфон. Так вот, благодаря вот этому Spotify теперь такая возможность у вас будет всегда. Ну, и по сути можно сказать, что это такое приложение, которое позволяет скачивать аудиофайлы из разных источников. И вот, да простит меня YouTube, если вы, например, нашли классный трек на YouTube, но его, например, больше нигде нет, то просто ставите ссылочку в Spotify и все, и он загрузит для вас этот трек. Притом еще и в хорошем качестве. Короче, не приложение, а песня. Как в прямом, так и в переносном смысле. Ну что, как вам мой списочек? Хороший? Да, и если вам понравилось какое-то приложение из сегодняшнего списка, то, пожалуйста, в комментариях напишите, какое именно будет интересно узнать. А если вам понравилось это видео и вы досмотрели его до конца, то я вам советую обязательно еще и глянуть вот эти, потому что они не только веселые, но еще и полезные и интересные. Ну и главное, помните, что все самое интересное. Правильно? В коробке.